Снимок я вчера бачил. Значит у нас смещение в шейном отделе есть С3-С4 и в поясничном отделе получается тоже есть смещение Л5-С1 и в грудном отделе занижены зазоры между позвоночными сегментами. То есть такие ощущения, что ты спазмирована давно. Давно спина была? Вообще начала болеть, ну что-то почувствовала что-то не так, вообще не болела. А когда я почувствовала что-то не так, в сентябре заболели бедра и колени. Стоп, 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 что болело? Бедра и колени. Еще с конца весны. И сейчас в колени были? И сейчас и бедра и колени я хожу, больно. А как лежишь, сердишь, не болят? А что еще? Руки не ныдете, плечи болят? Плечи болят. Ну вот. А головные боли и головокружение есть? Не бывает. Или петачки? А бывает стою и можно. А потом, что расходилась, я нормально? А хрустишься? Да. Хрустишься за то, что спознено. Тебе хочется похрустить. Тебе станет легче. Да. Это очень сильный миофаслальный синдром. Мне ничего не рассказал. А сни тебе сняться? Сни, да. Часто? Ну, может, день через день. Ну, частенько. Хорошо. А проблем с сном нет? Понимаешь, что ты плохо засыпаешь? Ну, плохо засыпаю, но стою и не просыпаюсь ночью. Ну, плохо засыпаешь? Да. Семозу не хватает кислорода. Давление же никто не на них бьет. Правильно? Правильно. Ти не знаешь, какое у тебя давление. Так. Значит так. Ты кофту снимай. А кома в горле у тебя не бывает? Только когда плачу. А? Только когда плачу. То есть ты не нервничаешь? Да, да. Хорошо. У меня ничего хорошего. Да ну-ка, смотри. Вставай с линии, я вижу, что это любая линия. Ну, да. Напротив, вставай, если они будут перекручены в тебе, или кривые, она увидит. Ну, зазоры видно, что тут больше зазоров. А тут меньше. Пальчик? Видно. Видно. Потом она тоже стоит, как-то так закручена. Видно? Видно. Видно. Вот так стоит чуть-чуть. Да. Есть. Ну, по тракеции вроде ничего, но голова, получается, плечо вот так и голова вот так. Видно? Да. Видно. Хорошо. Ну-ка, ложись на живот. Вставай на стулчик. Голову сюда. Голову туда, на живот. Сейчас мы сразу ноги, пока я ничего не делал, глянем по длине. Сейчас посмотрим. Так, идем, смотрим. Не, ну, чтобы видно было, что она длиннее, одна короче. Видно, что это длиннее, а это короче. По складкам видно, по пятке видно. Садимся. Притурно и больше, чем у меня. Стоп, стоп, стоп. Думаю, я садимся. Лежим. Поднимся, пятка достаём до задницы. Вот так только достаём. Бо если у вас достаём воно хорошо, то тут не достаём. Все, я тяну. И начинай тянуть вот эту мышцу, наверное, да? Не тяну. Ну хорошо, что не тяну. Ну, если дальше придавить. А это ещё меньше. Запомнил? Вот тут получается две ладошки. Правая нога. А правое колено у тебя меньше было, чем левое? Да. Вот правая нога больше нагрузку принимает, потому что тут заспазировалась больше мышц. А левое страдает. И левая сторона вся. И левая сторона вся. А глаз-то бы левый хуже не бачит? Или ухо хуже чуя? Нема такого? Не проверял. Ну хорошо. Вставай. Как зовут тебя? Доминика. Доминика. Садись, Доминика, туда лицом. Сейчас померяем, где давление. Даже у женщины от 90 на 60 до 120 на 80 нормальное давление. Если в ней, думаю, что должно быть таки 90 на 60. Если оно будет 120 на 80, то оно может быть даже уже увеличено. Так. А ну-ка ты расскажи, как у тебя все это произошло? Ты ходила на танцы, да? Я ходила на танцы, да. Я долго не ходила летом, потом пришла в сентябре, но сделала передышку. Пришла в сентябре после первого занятия. Ну, может неправильный элемент сделали, долго не ходила. То есть, после занятий ты заметила, что стало хуже и начало болеть? Да. Это сколько времени прошло? Год или два или полгода? Нет. Ну, этого сентября. То есть полгода. Да. Полгода ты уже не танцуешь? Да. Но потом я поменялась в конце апреля и стало еще хуже. Ага. Так вот я могу сказать еще с большей уверенностью, что из-за этих скруток смещение происходит. А так и Артура перекрутив, он хирурга. Понятно? Вот кому я повезе. Покрути комусь легче стае, а когось перекрутив хуже. Вот это могло смещение, а это что будь, чтобы поясниться, из-за того, что сделали скрутки вот такие. Вот так, где я лежил, набегу поперед, хрусь. А шиї так вообще нельзя давать. Ну, что вы теперь ему скажете? Ну, не повезло ей. Сейчас я поправлю это все. Може, если получится. Тут больше ручек. Значит так, Доминика, шкала боли от 0 до 10. Я буду нажимать пальчиками, а ты будешь сказать, какая боли. Какая половина была, и 5. Как не сильно там, 1, 2, или 0. Если сильно, то 10, 9, 8, 7. Понятно? Да. Если где-то будет голову левую отдавать, то тоже скажет. А так что у нас? 0? 8. С обеих сторон? Да. Еле давно. Так. Наверное, то 7 было, а это 8. Да. А вот так? Вот это, наверное, 8 с половиной. 8 с половиной. Хорошо, так. Вот тут вообще. Да, 8. Очень, очень. 8, оно просто каменное. Вот тут сильно будет. Очень, очень. А это меньшая сторона. Да. А вот так? 6. Шестерка. Так. Тоже шестерка. Так. Тоже шестерка. А вот так? Очень больно. Очень больно. А ты долго? Да, конечно, с телефоном сидишь. Вот тут что? Тоже больно. Все сплазмировано. А вот так что? Нет? Так. 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 А челюсти не хрустить? Нет. И рот хорошо открывается, да? Да. Потому что если будет хрустить челюсть, и рот плохо открывается. Знаешь, что это тоже из-за шейного отдела. Может, просто будь, а будет ходить челюстные суставы, лечить. Вот так что? Вольно? Вольно. Все. С левой больше, да? Почему это справа больше? Да. Справа больше. Воно, как поворачивается, тем более шея, то шея неплохая. Запомнила, куда пока воздействие не постоит? Да. Ну, для себя. И сюда. Запомнила, да? Да. Воно еще раз. Воно ревками поворачивается. Вот так вот. Все затянуто. Все затянуто. И вот так вот. И тут вот. И тут 10, да? Да. Да. А так? Да, да. Так. А ну-ка вдихай. Как ты вдихаешь? И все. Вдихай. Вдихай. Ну, на половину типа вдихай. Ложись. Стянуто все. Ложись? Нет. Ложись в голову. Трепкий миофасальный синдром. И тут все я сейчас поправлю. И сейчас легче станет. Но с ней надо попрацювать. Я сразу хочу. Потому что все в ней болит. Вы просто сказали, что это против ней. Понятно? Что так сейчас? Голова закружилась? Да. По рукам, по ногам что-то пошло? Нет. Нет. Глаза моя. Моя шапочка на голове, как мурашки пошли. Что? У меня как будто была так шапка надела. Очень странно. Как начать тебе шапку надела на голову? Да. Видишь? Это сейчас отходит. Мурашек начала голову. Да. И что-то вот тут. Ну, тут отдает прямо. Пошло что-то необычное, да? Ну да. Очень странно. Очень странно. Хорошо. Поворачивай голову. Дальше бачишь? Ну, я бачу, вот тут все зарушат. И дальше бачишь? Да, да, да. Так что я видела вот тут и тут. Ну все ровно смотрит. Ну все понятно. И сюда дальше. Да. Хорошо. Ну поворачивайся с планеты. Раз, делай так. Тут еще может быть кроме этого, что она там сместилась на танцах. Если у нее есть такое состояние депрессивное или какие-то стрессовые ситуации, спазмирные, очень крепкие. Потом только где-то скрутнулся, потанцовывал. И оно сместилось, потому что оно все стягнуто. Если такая ситуация у тебя есть, то это одна из главных причин. Она такой стресс пережила. Вот это одна из главнейших причин. Поворачивайся опять. Поворачивай. И еще дальше. И сюда, и сюда. Но все равно мало. Ты должна вот сюда бородуй заходить. Сейчас за этот сам. Так, что сейчас такое исходило? Прошла шапочка на голове? Да. Хорошо. Идет сюда. Ей сейчас надо просто вывести из этого состояния. А у тебя, наверное, настроения не мало. Тебе хуже, наверное, поганное настроение. Да. Сколько? Давно поганное настроение? Да. А паневских атак не бывает? Очень страшно бывает. Наверное, сидишь. Пульс поднимается, давление начинает сердце колотить. Да, сидишь, потеряешь. У меня есть паневские атаки. Вот это из-за того, что в мозгу кислорода не хватит. А что ты мне не говоришь? А ты же не питаешь, да? Понятно. А ну, давай так и ложись на живот. Ага. Не надо сильный. У меня там есть сильный нарусник. У меня даже паневские атаки есть. Мы же никто ничего не знает. Это я уже все повыпитываю. Я же сказал вам вчера, что я сейчас в ней кучу все еще найду, то что вы даже не знаете. А может, знаете, но никак. А ну-ка, а так что? Очень больно. Цифры? Восемь. Так. Девять. Так. Ой, десять. А я-я-я, ну все так видно. А тебе яичники не болят? Ну, может, левый яичник болит? Ну, если будет болеть, знай, что это по этой причине одна из главных. Угу. Ось все, смотрите. Канат, канат. И вот тут левая сторона получается больше. Попробуйте канат тога. И эта тога. Если тут все мягкое, то тут натягнено. Значит короче не получается. Ну, ты же помнишь, как колено болело, да? Да. А я так стукаю тебе левую ногу отдаю? Чи не? Не очень. Не очень. Аж до низу, до голеностопа отдаю? Да. А эта сторона? Угу. Угу. Это не отдаю. Так само, как и у вас. А вот так, что у нас? Семерочка. Уж шестерка-семерка. А голеностопы не болят? Нет. А там что? Ой, десять. Десять. Так. Восемь. Восемь. Можем мне неправильно восприятие боли? Что это за... Это всех так болит, кто спас мир. Они же не просто так эти точки находят. Усе в ней болит. Вот сейчас мы и сделаем, и они уже некоторые точки в ней перестанут болит. Ну, будет летаться пока не все. 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 Вот так вас же подогнуто, как у кроля. Тут подогнуто. Все у кроля. Тут такие. Продивиться. Так что? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Воздушно-поясничное. Просто ужас. Вставай. А ну-ка пройдись. Колина, как болит, так и болит? Чи поменялось? Оно иногда болит, но не прямо всегда болит. Бывается то, что... Слушай, я тебя спросил, ты говоришь, колина болит? Ну, не всегда. То есть ты сейчас не можешь понять, что они перестали? Сейчас не болит. А, сейчас не болит? Нет. По линии. По любви. Подимемся, может зазоры поменялись, а может и не поменялись. Ну, по ходу поменялись. Видно, что по пальчику? Ну, видно, мы все равно живем. Не, ну так зазоры побежим. Сейчас нога будет уже одинаково. Ложись на стол. Животом? Да. Мы поднимемся под линию ноги. Вперед дальше еще. Вот так. Ну, это не означает, что они теперь будут все время ровные. Понятно? Видно? Я ничего не делал. Ничего не хрустил. А почему они поменялись? А то, что я поправил позвоночник, сразу мышь отпустила. Отпустила таз, уже тебе. Потому и колина сразу должны переставать болеть. У нее очень было видно. Ну, очень. Завтра может опять будет. А если ее повезет, что она не будет сейчас в ней нестабильности. И оно будет ровно. Если будет им присподаваться, будет перетягивать, она опять будет. И так надо делать, чтобы все это повыводить. Так. Доминіка. Вставай. А ты что-то сейчас почувствовала? Может что-то тебе там... Или разморило тебе? Розморило уже тебе, да? Угу. Все, идем опять. Мы же не подивилися еще, как этот самый. Как у меня ее достают, например, пятка, да? Легенько. Видишь? Угу. Тут не достает. Тут же два, две ладошки не достало. Я вижу. А сейчас еще я масажную ее. И если она еще не боится иголок, то будет еще быстрее. Если она боится иголок. Так. И тем более, что у нее паническая атака, она может очень бояться их. У нее может паника сейчас появляться. Потому что из-за того, что он их спас, может быть, из-за кисти полипы, яичники болит. Может быть, геморрой даже у малих детей. Понятно? Так. Ну и жжем. Так. Ну-ка, погодим. Давай ты вот так, другую так, раз. А ну-ка, вот тут больно, да? Немножко подвижим. И вот так больно. Ой, да, да. Ну, не прям больно. А так? А так? Шестерочка. А тут меньше не стало болеть? Вот тут так, где лопатка. Ну, вот тут я нажимал, сильно болело. Сейчас так и болит, или меньше? А он слабенько нажимает? Я сейчас так же нажимаю, как и тогда. Не так сильно. Уже только поправил, уже меньше было. Ну, сейчас у нее жестокая баночка будет, наверное, все баночки поднимать. Потому что у него спалено крепко там. Ну, мы же ей тоже... Это шероховатость на ее коже, а это тоже из-за этого может быть. Ну, и кожа суха с детства. Такая суха. Ну, это не порядок. Это что-то неправильный организм работает. Из-за того, что она спазмирована. Это одна из главных причин. А может и другая причина. А загиблик, перегиблик желчный, то запросто он тебе будет, потому что ты спазмировал. Печень тебе поддавливает правую сторону, или нет? Мне никогда таких вопросов не задавали, но, наверное, нет. Ну, хорошо. Потому что спазмирована крепко. Желудок у тебя варит хорошо, ничего, все переваривается, да? Да, запоры. А, запоры часто у тебя будут? Угу. Так вот это запоры из-за этого. Ситуация видна, я тебе за геморрой сказал, но запоры не сказал. Сейчас могут тебе сразу запоры попустить. Может, не сразу. В общем, с ней она чуть-чуть поработает, и она оживая. Иди опять на танцы, и танцы. И в ней появляется настроение. Даже в ней настроение, может, сейчас появится больше, если оно уже не появилось. Вона просто не знает, я говорю. Я пока не могу понять. Пока не можешь понять. Ну, сейчас дальше будем делать, и ты сможешь понять. Может, с первого сеанса не добавится настроение. Может, с второго, с третьего, с пятого. Ну, оно добавится. А ограничение движения широкий шар ты можешь делать? Да. Можешь, да? Хорошо, сейчас я не проверю, куда колено в ней достое. Сейчас перевернемся, посмотрим. А тазобетренные суставы у тебя не болят? Только колени, да? Болят, да? Аааа, ну ты сказала голени болят, а тазобетренные суставы – это вот это. О, тут болят. А у него вот тут болит. Ну, правильно, все это твой стаз. Это уже болит почти год у него. Это все восемь началось. Конечно, ну, кое-что не происходит. Где-то ему подсместилось, и не поринервничало, подсмировалось, потом сместилось, и ему все время подается. А ноги, да, вад не стоят сейчас еще нет? Вад нет. Ну, может, слабые стоят, вот такие ощущения. Ааа, ну, это я сдал ногу. Сейчас я как делаю, что сделаю? Сейчас сдал. Так я сейчас и спрашиваю. Уже ватна та нога стала, да? Угу. Право? Право. Сейчас лево начнет ставать. У нас сейчас может вся ватна ставить. И руки, и ноги, и все ту. Уже лево уже стало. Уже лево стало. А икри болят у тебя так, как я говорил? Угу. Угу. Хорошо. Угу. Сейчас такая молодежь. Это не она одна такая. Сейчас они вот это что нервничают, это что они за телефонами сидят. Цели день сидят на занятиях. Потом домашними заданиями. Потом телефоны. Это вообще ужас. Это убийство. Это убивает мышцы. Спас мир. Особенно шейный отдел. А потом все опускается вниз. Вот так. Ну задний. Слушай, мне надо тебе помять хорошо. Так больно, не? Угу. Ну хорошо. А ты его, чтобы не боишься? Угу. Молодец. Ну я смию, а там где-нибудь. Что сейчас? Ты ватна не ставишь? Угу. Уже стоишь ватна вся. Угу. Угу. Вся ватна стояла. Угу. Цель в том, что сильный миофасциальный сендрон. Давай шию длинную делай. Вот так не так, не бороду уже, а так на бороду. На руки положи. На руки. Чтобы тут я мог шию хорошо сделать. И надо просто вывести з этого состояния. Самое оно не пройдет. Это 200 процентов. Угу. Она даже не может заниматься спортом, может, если поразтягула, она не может даже заниматься, потому что воно затягивает еще душе. Ну, шпагаты ей очень тяжело дают. Какие шпагаты, если воно тут тазово дно затягнуто? Сейчас вот там, где я у вас пробовал, вот этого паку, сейчас она ей там не дотронется. Сейчас перевернемся, я покажу. Не больно? Больно, почти не пасет. Оце, как я легонько так делаю, больно? Ну, не прямо больно. Ну, цифра яка, давай по цифрам. Может, троечка. А, троечка, троечка, это чепуха, а баночка вот так. Жестока, чи не? Нароста была? Да. Цифра, скажи. Четверка. Ось, бачите, это жестокая баночка. А у вас она не нароста, потому что тут серьезные репланты. И вот это краснота сейчас будет, кто с насеку держаться. А как поробим, поробим, так красно только раз, и будет моментально уходить. Это говорит о том, что сейчас кровь тут не может быстро уйти. Тут меньше ця сторона будет, чи душе? Да, не нароста. Наростает? Да, да. Ого. А и тут боли. И тут боли? Угу. А ця сторона? Это больше. Правая больше? Угу. Все обе слева страдали, а правая за ней затянулася и правая страдали. Что сейчас? Ты мне все расскажешь, что куда пошло? Сейчас вопадки болят. Может горят? Да, да. Болят. Може в ноги куда что-то пішло, может куда-то что-то потекло. Да, в ноги не идут. А? В ноги не идут. В ноги ничего не идут. А в руки? Это тоже очень странное ощущение. В голове, да. Вот тут все болит и все. Ой, да. Вот это все болит. Ну не надо пугаться, это все лечится. Только ее надо полечить. Сейчас тоже может на первом сеансе будет обострение первые дни. А может сразу легче станут. Настроение еще не добавляется? Пока не начается. А может еще и банка начаться? Вот здесь как раз надо. Я вижу, ей банки вообще невозможно ставить. Ты только поставишь раз и сигнал. Так, ей нельзя банки ставить. Потому что у нее будут спаленые сильные мышцы. Я только тягаю, она уже не может терпить. Какие ставят? Ну я не знала, как еще помогать. Мне помогает, я думаю, ей поможет. Какие цифры болят? Сейчас что-то вообще не болит. Сейчас перестала болеть. Сейчас правая лопатка болит. Ну болит, но не так уже, как болела. Да. Ну я же так же делаю, бачу. А она уже не так болит. Сейчас не чувствую. Сейчас болит. Вот тут все. Потому что тут все в тебе заспазмировано. Потому что біля пяток, тут все дальше нерв проходить, он до пятки доходит, ты в розпаленный. Вообще. Сейчас ноги начнем поднимать, как ты будешь ходить. А вона будет только до половины в тебе подниматься, потому что тут укорочено. Я кстати хотела в школу, но тут левая нога под колено. С другой стороны. Вот тут? Нет, вот тут, да. Вот это место. Очень болит. И не болела. Вот это из-за этого места. Из-за того, что тут смещение. Альп-5С1. Вот только надо было ее тогда быстро убрать, и оно бы не намотало мышцы, не держало бы в спазне. И не было бы такого. И не пускалось брать до пяток. До сих пор красная держица не уходить. Я бачу. И вот все тужит. А я не трутую тужит. И с лопатки потею. Это все тут кровоток уменьшен. Это все будет... Из-за этого вона будет глючить весь организм. Это все хорошо. Сейчас и пятки, наверное, уже меньше болеть. А ну? А я давлю в два раза сильнее, чем я там придавлю. Но они опять будут болеть. Это пока мне чуть-чуть отпустило. Надо обгоняться. Ими фасальный синдром. Ну то же самое, как у Вастиков. В два раза, чем три хуже. Вот три геринтучка. Но она может наградиться быстрее. Но мне сном вообще не так. А? Со сном не так. Она не может заснуть второй раз до четырех часов вновь. Так потому что мозг, они фанта, кислорода. И сейчас надо ограничить телефон. Если она ограничена сейчас компьютеры, телефоны, планшеты, значит быстрее будет лечить. Если не ограничится, значит будет будучи. Потом я дам ей капли опять-таки самыми, как у вас. И она только паника. Она должна будет пить каплю. Ложку выпила, а паника сразу проходит. Поняла, что я? Угу. И компрессы тоже есть там. Ладно, для начала сильно не будем делать. Потом будем добавлять. Стоп, еще надо шийку тебе добавить. Шия горячая. Горячая вона потому, что климат-контроль человеческий, я так называю. Вон там, где больше спад, греет, чтобы мозг получал больше питания. Вот поробим, поробим, она горячая. В ней может быть цифербрильная температура. То есть 37, 32. Ух ты, я не знаю. Если будет такая температура и не находите причины, проверять все. Знаете, что это просто меофасциальный синдром. Надо просто полечить мышцы, и температура стает нормальной. Таких у меня очень много было. Некоторым она была 25 лет. И гланды вырвали, и все. И гланды вырвали, а температура все равно. Я маму лечил. Кажут, где и сюда. Только берем, вот так, мне градусник лежит. 37,3. Только сделал сеанс 36,3. С левой стороны, как шею, где-то, возле холота. Это я легенько делаю. У тебя все тут будет. А сейчас левая, как-то, для шеи. Так, длинную шею сделай. Руки подложи, чтобы я мог везде залезти. Мне уже твои бродельки не дают. Так с ними не идти. Ну, сейчас. Сильно больно? А шо так, как я делаю, шо происходит? Просто приятно и много неприятно. Ну, приятно больше. Уже не так больно, да? Да. По всем панцам правой руки вы меня наводите. Вот эти мышцы тебе будет. А кум, горло не появляется? Появляется. Появляется? А че ты не скажешь? Вот все же, я только затронула эту мышцу. Сиси-Видную. Сразу кум у ней появляется. Особенно с левой стороны. Вон поднимается, опускается. Поднимается или опускается? А он как-то на месте. Он как-то мокрый, сухый, важный? Какой? Мокрый. Мокрый. А ты проглотить его можешь? Могу, но возвращается. Кум же ж никто не лечит в больнице. Только вырезают щезо витку. Кум все равно остается. Причина совсем другая. Они думают, что щитный витка виновата. А виновата? А когда я свитерю, я одеваю, потом выезжаю, ты не очень кто-то тоже зайдешь? Свитер ты одеваешь и тебе хочется оттянуть его. Горо, да. Где? Да, да. Вот это все болит. Я знаю. Ой-ой-ой. Знаешь, чтобы все затянуть. Это телефон твой. Понял? Телефон ограниченный. Поделилась там что-то 10-20 минут. Видишь? Кум пропал? Да. Да, но не сильно. Так, Дмитрий Мико, ну-ка, давай переворачивайся. Так, вот сейчас мы поднимемся, как нога поднимается. Раз. Все, большая лепима. Если зигнуть, пошла. Потому что все дальше нет, тут мышцы укороченные, все дальше не идет. А ну-ка, куда колено достоят? Дороги достоят. Воно все дальше все не идет. Это значит ограниченный. Так, тазо ограниченный. Она должна легко доставать. Она никуда не доставит. А она же ж ты танцевала. Да, она так и танцевала. А ну-ка, как? А ну-ка, все. Это чуть-чуть он дальше идет. Она еще солистка. Ну так и что, и как? Ты поешь, да? А смотри, как вот тут. Нет, я не смотрю. Подожди. Солистка. А вот тут? Ой, да, болит. А тут? То, что они так сидят. Ось все вправо стоило? Ой, да, да, да. А вот так легенько дали. Нареставлю? Да. Сильно. Запомнила, как все болит? Да. Может сама придавливаю? Попробовать. Я сейчас только тебе масажну, и оно сейчас сразу стае малейшее болит. А он не проходит. Да, я чуть-чуть подавил, оно еще наростаёт сейчас, да? Остается, да. Стоит, держится. А вот тут тоже все. Да, да, да. И шикотка тут? Да, да. И шикотка тут? А ну, как не шикотка, как боли. Шикотки нет, да, только боли. Угу. Вот это сейчас сразу там боли уйдет, там, может, я не знаю, может, 30% на 40%. А оно еще немножко стоило. Ну, оно будет вертаться, потому что вот так оно ее не отпустит. Смотри, а что вот так вот? Болит. Запомнила, не было? Да, но не сильно оно все равно. Так. Я Елієм и придал. Так. Чтобы тебе больно не робить, чтобы не оставалось боли 5 минут на 5. Ну, я тоже шевшала. Непорядок схожий. Так. Ты бы не бачила, там она в детстве была. Это жуч. Ну, ваша душа шевшала. Ну, да. Я купала... Знаешь, Татьяны, это с детства, наверное. Я крема купляла все такие, сильно увлажняющие специально. А отца сторона? Это вообще не было? Знаешь, а право было. Потому что право, тебе лево страдали, а право принимала нагрузку больше. Думаю, там затягнуты. Ноги ватни опять, да? Ну, да. С 11 в пятну, там, в ступнях. А я же тебе казал все рассказывать, а ты не кажешь. Хорошо. Ты забыла уже, что надо рассказывать, не? Да, я вижу. А вот тут. Вот эта мышца болит у себя? Да. И вот эта болит? Да. Сейчас и колена в ней перестанут, и у вас перестанут колена. Только надо попрацовывать. То, что оно постилось, то чепуха. Пойдите, потому что у меня таких тысячи пройшли, и я могу смело сказать, что будет набагато лучше. Только надо выполнять мои рекомендации. А самая главная рекомендация, сидит меньше с телефоном. Понятно? И с планшетом, не важно. Лежать тоже, потому что вот такой мальчик был, мне 13 лет. И я его выводил, а он его затягивает. Я говорю, что ты с компьютером не сидишь? Чи за телефоном? Нет. Круги раз, они сидишь, не вертаются. Да что такое? А ты тебе надо лежить. Да. А вы же сказали, что лежать нельзя. Я говорю, ты сейчас не заберешь, у них ни телефона, ни чего. Так вот, дайся. Сейчас гладим животик. И у тебя он начинает меньше болеть. Ну, должен, по крайней мере. Даже я могу тебе по-другому показать, как будет меньше болеть. Вот болит сейчас. Уже меньше болит. Ну, болит. Ну, так. Закидываю голову назад. Менее болит? Нет. Так же? Да. Все, пока этот фокус не проходил. То есть, за то, что мышцы вкручены, только голову закинули, оно сразу меньше стоит. Там болит, потому что на пояснице попускается мышцам, и уже спинно-мозговые нервы не достаёт. Ось все затягивается. Оце все. Дивись у тебя, вот это все затягнуто. Все. Поробим. Оце все отпускаем. Болит. Посреди вот так. Бочек. Вот все болит. Да. Смотри, погладно. Да? Да. Только что пробовал. Болило. Сейчас. Я говорю. Еще меньше болит? Чи вообще не болит? Болит, но еще меньше. Угу. А это все? Вообще ничего. Это все. А так. Ну что, ты уже сама делаешь? Ну конечно, ты что думаешь? Может, я же себя просил. Сама придави, чтобы ты знала, потому что кажется, что я не давлю. Я сильнейшее два раза давлю. Осе, ты уже достанешь до кожи. И эта сторона. Это побольше. Ну как? Ну как? Ну она это и больше и болела. Да. Но все равно на половину меньше. Да. Ну, косо. Менше что? А еще настроение не добавилось у тебя? Добавилось. Добавилось настроение. У меня уже само лицо улыбается, да? Да. У меня мальчик, потому что 12 лет я не рассказываю, что 12 лет он в Буратино мой был век. Он три года у него настроение, он ни с кем не балакает. И потом начинает говорить, что у меня лицо самое начало улыбаться, понимаешь? Но это не в целом. В целом мы только через три месяца добавлялись, а потом два-три сеанса не добавлялись. Ну вот так, немножко еще спать. Сейчас еще душе размалило тебе, да? Да. Ой, сейчас руки прокалываются. Рад, но только три раза я попробую, она уже улыбана. О, это все болит. Да, да, да. Мышцы напряжены крепкие, значит, ты что-то руками делаешь, ручек, значит. И вот ты бачишь, что кожа у тебя тут жесткая на этих самых, на руках. Тут не должна быть такая кожа. Она такая руководительная. Да. Сильно спазмирована, сильно. Я думаю, она там только ее поправить, и у нее все пройде. Нет, нет, нет. Тут все серьезно. Ну, оно хорошо подается лечение. Только если, конечно, она не будет в стрессе, все время будет. Ну, стресса и сейчас. Если паніка не будет вертаться, будет быстрее дело. Если с паникой у меня только получается на 70-80% бороться. В 20 я не могу. Виводу ничего не болит. А паніка вертается и спазмировая сразу бишься. Вот как у нее будет, я не знаю. Но я думаю, что она в тих 20% не попадет. И труднее будет все это все делать. Лечи. Что, рука до сих пор важна, да? Да, да. И все болит. Все, все деревянное. Сейчас начинает болеть все. Все жесткое, как у качка. Тут мягче. Все забито. Все, все. Все это сейчас начинает болеть. Все, смотри, что говорит. Ой, ой, ой. Очень больно. Я еле тут не дотронулся. Уже рукават. Да, уже. Все, деревянное. И просто не могу понять, в чем суть. Вы растягиваете мышцы или ядерного происхода? Суть в том, что смещение и в шейном отделе, и в поясничном. Когда происходит смещение, организм включает защиту. Стянуть это место, не допустить большего смещения, чтобы больше. Стянуть мышцы, сплазмирование. И воно год-два в ней в сплазмированном состоянии. Импульс все равно подается, подается. И мышцы стают фиброзные. Они держат месяц, они держат два. И потом перерождаются, и стоят фиброзные, и укроченные. Уже вот так не будет. Потому что нога не поднимается. Потому что шпагат она не сделает. Она не разведет вот так ноги нормально. Потому что все затягивает. И вот этот фиброз надо полечить. Когда мы отпустим мышцы, отпустятся фасции в мышцах. Такие белые пленочки. Там сосудистонервные кучки. Рецепторы, которые принимают команду мозга. Она же не просто вы руку поднимаете, чиновник. Мозг посылает команду. И рецептор так, что люди прищепают. То, что рецептор принимаем уже не так. И уже иногда нога поднялась, а она еще не поднялась. Зачепился, упал. Понятно? Из-за того, что с позмированием мышц. У всех хрустит сустав. Потому что в суставах питание не доходит. Что еще хрустит? Да, чувство. Тут цинувальности не хватает. Все артрити, все артрози. Из-за этого. Что не доходит питание. Вот это плечо тебе было? Да, хрустит оно. Так очень. Да, ты вся хрустит. Сейчас мы тебе попробуем. С такой сеансом 5-6. И тебе уже не хотят иметься хрустить. Ну, я так думаю. И если хотят иметься, то уже не так. А так ты похрустишь, поростягиваешься. А она как легче будет. Да. И оно опять затягло. Им тут сподается. И телефон опять затягло. Она как тут мисси трапециевидные на левой стороне. Вообще, может, там она просто деревянная. Ноги можуть, руки мерзлить тебе из-за этого. Конечности мерзлить, чи нет? Ну, сейчас можно. Нет, сейчас. А вообще? Нет. Плечи вот сюда не лягают. Вот мисси они должны лежать. Получается, вот это стянуто. За крупу. Потому что она вот такая стоит. Да. Кифоз в ней. Из-за того, что вот тут мисси укорочен. Поробить, поробить, вона распрямиться. Пока мисси не пиздно. Будет затягивать кифоз, это еще больше. Если она это поймет, я себе ей скажу, скажу. А вона все равно сидит. Ну, срублю, поправлю, там раз лучше ей стоять. Потом сеанса два-три зробил. Та я пая уже не хочу. На шар не хочу, не хочу. Робить. Боряк плечи. Да. Яка сторона больше. Вот это. Вот это домашнее задание. Руку так поднимаешь. И вот эту миссу все. Бачишь, что болит? Они тебя опорочили. Они тебя затягнули. И ты их все не сделаешь. Это больше так больно не сделаешь. Как я сказал. Ну, и слабше. Вона так должна? Да. Три-четыре раза в день. По сколько это? Так помячу, помячу. Воно все равно не пройдет. Ну, хоть как-то помогать. Все равно надо, чтобы кто-то это делал правильно. Ну, сама петер. И вот эти миссии тоже. Жмакать. Вот так. Бачишь, бачишь? Они же у тебя все телефоны. Спасмирование. Это все болит. Сейчас я коньком появился. Да? Да, да. Да. Ты хоть чуешь, что тебе кажут? Так чуешь. Я все знаю, как оно происходит. У меня таких, как она. Вагон и маленькая тележка. Ну, просто я же с ней не живу. Я не могу ей гонять или что-то там. Ей надо сюда возить. Як бы вам неудобно было, но ее надо сюда повозить. Вона сама не выйдет из этой ситуации. Нет, я повозю. Сейчас чуть-чуть легче станет. Хоть сеанс опять сделать и подивиться, как у нее будет прогрессить. Сейчас боюсь. Цифра. Может, 8? Давайте, мусор. Это не так сильно. 9, 6. Ой, не мини-ка, не мини-ка. Что там плечи? Забри, не ка. Оце воно должно, воно даже не лягать. Я вернусь, я бачу, но я думала, что это женщина фигура. Нет, это затянуто. И у меня затянуло, только за то, что я тру много, я не могу восстановиться, как много людей. Как только у меня меньше людей, меня поработают. Я раз расправляюсь. Только опять, что если человек 7-8 в день, все, и еще никак бросить, робиться. Сейчас сын робит, через одного робим. Сейчас сын двух сделаю, теперь я сейчас вас двух сделаю. Потом дальше пять сын. А если что сын отдымает, и мне самому приходится кто-то такой нежный, что не дотронется до него, и мне самому приходится робить. Так, ладно вся? Да. Настроение добавилось? Очень странно. Вроде да, вроде нет. Вроде да, то нет. Мы сейчас туда-сюда вели, то паника пробивала, наверное, да? А что ты не кажешь мне? Я же выводы делаю. Я знаю их уже на память усе, что происходит. И вот за такие вон по 7, по 8, по 9 вот. Это у нас здорово. Противник. А у них уже в 7, у 8, у 6 вот таки происходит. Ну так мама уже, я знаю, не нужна телефона. Сейчас я с вами в годика не хочу есть. Мама телефон поставила, понимаешь? Телефон стоит, есть. Мама никогда заниматься. Вдала телефон, дивится мультики. И уже в годик дивится мультики. А мама что-то срока. Ну живот, это все равно. Да, конечно, будет болит еще. Она уже не так болит. Она уже не так болит. Ну... А это больше, больше пішла восстанавливаться. Все красное, все дергается. И грудь будешь и вот так вот тут все разминать. И вот тут под низом все надо будет разминать. Бачишь? Это все разминать. Это все, вот тут, дивись, все тут болит. Бачишь? Это пішла под грудью все разминать. Вот так чуть-чуть, чуть-чуть. И это все все болит. Под грудью тоже мышцы между лебрами. Они тебя стягивают, ты дихнуть полностью. Ну-ка, сейчас вдыхай, сейчас лучше вдыхаешь? Ну, может чуть-чуть. Ты заметила, что чуть-чуть лучше? Чи нет? Чуть-чуть. Чи не заметила? Чуть-чуть лучше. Так вот смотри, дивися, ты запомнила, ты сейчас вдыхаешь, да? Запомнила. Запомнила? Да. Запомнила. Так вот смотри. Сейчас я так задаю, на два ты резкий пех делаешь. На два резкий. Раз, два. Вот так. Раз, два. Сильнее. Раз, два. Раз, два. Голова закрутилась? А чтоб сейчас произошло, кашель хочется? У меня вот тут какая-то паника, не знаю. Паника, внутренняя паника, да? Да. А ну-ка, сейчас вдыхай. Ще лучше. Видишь? Да. Теперь смотри оттуда. А ну-ка, сейчас вдыхай. Видишь? Ще дальше. Ну, оно будет затягивать, пока не так оно тебе просто не отпустит. Ты заметила, что теперь набагато дольше, да? А сейчас паника прошла? Как-то еще больше. Еще больше появилось? Угу. Хорошо, давай сделаем не так. Сейчас мы ее уберем. Наверное, если получится. Вдыхай. Выдыхай. Вдыхай. Выдыхай. Бачишь, как дыхать стало глибово. Вот паника, это мне не нравится. Вдыхай. Выдыхай. И тебе, наверное, как паника, потом ты начинаешь с кем-то или по телефону балакать, или общаться, и она проходит, да? Не хочется, да, сразу с кем-то. Да, и она проходит. Или в форточку, или начинаешь дыхать, чтобы кислорода больше было, и сразу тоже проходит. А сейчас головой начало болеть. Ой, а маленький паник. А паника пошла? Да, немного. Только головы были. Да. Вот тут. Хорошо, ладно. Давай, повернуйся. Представь, мне даже не понятно, что такое паника. То, что не было у вас паники. Сейчас все молодежь с паникскими атаками. Я их посылаю до психиатра за психотропными проратами. Пока мне слоно не так давно. Только сколько паникскими атаками по времени? Год, два, пів года. Полгода. Полгода. Пока мне слоно не стало хроническим, его надо убрать. Иначе мы не знаем, что с ней делать. Она будет бояться всего. Ей страх, она что умреет. Это как внутренний страх. Я просто страшно не чувствую. Это значит, психиатры только лечать. Они не выбирают причины. Они психотропными препаратами это все перебивают. А оно не помогает. Кому помогает, кому не больно. Ну что, не будет сидеть на гидазипамах, на феназипамах. Так, а ну-ка, что сейчас? Голова перестала будет? Вот тут. А болит. А вот тут уже не болит. То есть в другом месте только осталось? Да. Так, а ну-ка, встань. Встанься, встанься, стой. Ну, бачок выщерни, все. Садись. Воложи сюда. Ой. Что, хуже стоять по бажировой? Нет, я... Болова-то? Какая тракция вообще. Ну, это нормально. В тумане. Это нормально. Сейчас. Опять шапочка появилась. Да, но я уже не в тумане. У меня руки тяжело очень поднимаются. То есть тяжелее рукой стало? Да. Это сейчас вот ходняк. Я даже не думал, что мы в таком состоянии. Ну хорошо. Лягай теперь, что, руки ватные или что? Холодно. А, холод пішел? Да. Сейчас она, чтобы дать холод, ты еще дождь еще заберешь. Лягай. Теперь жадно. Да. Так, что с тобой сейчас происходит? Ну, если десь его встань, это выкидешь по дороге. Понял? На подарок. На память. Что сейчас? Кваника прошла? Что сейчас? Болит просто. Осталось. Я говорю, больно от него. Вот тут осталось очень. Ну хорошо, давай, побрызгай. Голова не болит? Ничего не болит? Нет. Нет. Уже легче. Уже не так. Я перевернулась, я сразу плавлю начала. А потом нормально. Хорошо, перевернуйся. Нет, стоп. Ну-ка, раз. Уже нога куда-то стояла. Видно? Видно. Это же не то, что я сильнейше давлю. Видишь? Ага, вот так. А ну-ка, так. Бачишь, куда нога достоялся? Не сгинается. Зразу ей отпускались. Ну, бачу. Бачу. Эффект есть? Ну-ка. Перевернуйся. Ой. Ой, что так? Повело? Ну, ничего страшного. Сейчас оно пописнет. Ты мне думай завалиться. Сейчас спидстань. А ну-ка сюда ножку. Легенько. Раз. И это начало достало. За пальчиком берусь. Да? Ровно, ровно. Пальцы ровно. Все, стоим. Я только лежи. Лежи. Ну-ка, вставай. На стульчик. Не прыгай. Сейчас прыгать изгибов. Вот так на стульчик. Одно и новое. И сглаз. Вставай напротив. Живо. Зазоры. Все равно чуть-чуть ближе. Зазор. Ну. Ну, это одно сеансе мало на это все. А я как ты себя чувствуешь сейчас? Так, как в том плане. То есть, как прилинав тебя. Да, но ничего не болит. Можешь поболеть, и все. А так ничего не болит. Стало меньше болит, да? Да. Садись. Садись. Тавление, я помню. А ты меня не сбиваешь спать уже? Все равно немножко постила. Когда вы делали массаж, все равно хотелось. Потом начнется прилив энергии. Будем робить, а мне будет прилив. А настроение сейчас... Получше. Получше, да? Добавилось настроение, да? Добавилось. Только когда обращение улучшилось, настроение сразу добавляется. А так нет настроения, она не хочет с кем-то общаться, не хочет никого бачить. Это так может быть. Ни с подругами не общается. Они, ну, это таки, с фандистскими атаками, не хотят никого бачить. И у нее, если вот такое состояние дальше будет, она будет, как по течению, плыть, она может, как в тоннеле, и ты не бачив, что по бокам даже. Такого не мав? Нет, такого не. Ну, вот, как будет, это, как сильнейше будет затягивать, так и будет. Тихо, не было. Компомерень, не было. 116, 59. От нижняя сердечная мышца расслабилась, 60 стало. Бачите, 59. Но верхняя не попустила, 116. А как дальше поробим, будет 100 на 60. Она нормально вернула. Или 90 на 60.